мамонты недовымерли обзор свидетельств я убежден что мамонты есть и сегодня они остались в глухих местах и периодически люди с ними встречаются большой вопрос почему глобальное управление скрывает эти факты чем помешали мамонты новому послепотопному мировому порядку также как и большая часть людей я долго находился в иллюзии по поводу мамонтов верил на слово что они вымерли в последний ледниковый период это 11 с половиной тысяч лет назад знал что останки их находят в вечной мерзлоте и размышлял о возможностях клонирования этого удивительного древнего животного ведь биоматериал так хорошо сохранился за 11 с лишним тысяч лет но нашла коса на камень и недавно случилось мне перечитать рассказ тургенева хорь и калиныч из цикла записки охотника и там я наткнулся на интересную фразу да вот я и мужик а вишь при этом слове хорь поднимал свою ногу и показывал сапог скроенный вероятно из мамонтовой кожи для того чтобы написать эту фразу тургенева нужно было знать несколько вещей довольно странных для середины девятнадцатого века в нашем сегодняшнем понимании он должен был знать что был такой зверь мамонт и знать качество его кожи должен был знать о доступности этой кожи ведь судя по тексту что простой мужик живущий среди болота носит сапоги из мамонтовой кожи для тургенева не было чем-то из ряда вон выходящим однако эта вещь все же показано как несколько необычная не рядовая следует напомнить что свои записки тургенев писал почти как документальные без вымысла на то они и записки он просто передавал свои впечатления от встречи с интересными людьми и дело происходило в орловской губернии а вовсе не в якутии где находят сейчас мамонтовое кладбище нужные специалисты обозначили свое мнение что тургенев выразился иносказательно имея ввиду толщину и добротность сапога но почему тогда не слоновой кожи слонов то в девятнадцатом веке хорошо знали а вот мамонтов знать были не должны по официальной версии которую нам предстоит развенчать информированность о мамонтах была тогда ничтожный одним из первых академических скелетов мамонта с сохранившимися остатками мягких тканей был найден охотником шумаковым в дельте реки лены на полуострове быковском в 1799 году и это была большая редкость для науки в 1806 году ботаник академии адамс организовал раскопки скелета и доставил его в столицу экспонат был собран и выставлен в кунсткамере а позже был перенесен в зоологический музей академии наук только лишь эти кости и мог видеть тургенев до обнаружения березовского мамонта и создание первого чучела пройдет еще полвека это 1900 год каким образом он узнал что у мамонта за кожа да еще и определил ее на вскидку так что как ни крути фраза оброненная тургеневым озадачивает я уж даже не говорю про то что у вечно замороженного мамонта шкура вовсе не подходит для скорняжного дела теряет она свои качества специалисты должны об этом знать но тургенев это не единственный писатель 19 века который проговорился о вымершем звере никто иной как джек лондон в своем рассказе осколок третичной эпохи передал рассказ охотника по встречавшегося на просторах северной канады живого мамонта в благодарность за угощение рассказчик подарил автору свои муклуки это макосины сшитые и шкуры невиданного трофея в конце рассказа джек лондон пишет а всем маловерам я посоветую посетить смитсоновский институт если они представят соответствующие рекомендации и приедут в урочное время их без сомнений примет профессор долви цен маклуки теперь хранятся у него и он подтвердит если не то каким образом они были добыты то уж во всяком случае какой на них пошел материал он авторитетно утверждает что они сшиты и шкуры мамонта и с ним соглашается весь ученый мир чего ж вам еще надо впрочем и в тобольском краеведческом музее хранилась упряж 19 века сделанная именно из мамонтовой кожи да ладно чего кожи тому солить всегда хватает сведений и о живых мамонтах множество разрозненных свидетельств собрал кандидат технических наук анатолий коршатов своей работе сибирские мамонты есть ли надежда увидеть их живыми он ждал реакции на свои тексты со стороны ученого мира и вообще но его похоже проигнорировали ознакомимся с этими фактами начнем с ранних времен вероятно первым кто сообщил миру о сибирских мамонтах был китайский историк и географ сыма дянь 2 век до нашей эры своих исторических записках сообщая о севере сибири он пишет о представителях далекой ледниковой эпохи как оздоровствующих животных из зверей водятся огромные кабаны северные слоны в щетине и северных носорогов рот вот вам еще в придачу к мамонтам еще и шерстистые носороги китайский ученый говорит вовсе не об их ископаемом состоянии речь идет о живых существах обитающих в сибири еще в третьем и втором веках до нашей эры сам я эти исторические записки не читал на них ссылается такой серьезный исследователь как быкова у нее переписывают непомнящие и уже на них ссылаюсь я что касается второго века до нашей эры то вряд ли можно доверять этой датировки поскольку китайскую историю искусственно удлинили в прошлое до бесконечности однако в нашем случае это вовсе не меняет сути историческим запискам сам день явно не 13 тысяч лет то есть это было гораздо позже после ледникового периода а скорее всего это были средние века а вот свидетельство 16 века посол австрийского императора хорват сигизмут герберштейн посетившие в середине 16 века московию писал в 1549 году в своих записках о московии тогда московия лежала между россией то есть питерской областью и тартарии и на картах обозначена как московская тартария или западная московия и так далее имеется великое множество птиц и различных животных каковы например соболи куницы бобры горна стаи белки и в океане животное морж кроме того вес точно также белые медведи волки и зайцы и так далее заостряю внимание в одном ряду с вполне реальными бобрами белками и моржом стоит некий если не сказочный то уж точно таинственный и неизвестный вес вес этот мог быть неизвестен только европейцам а для местных жителей этот возможно редкий исчезающий вид не представлял ничего загадочного не только в 16 веке но и три с лишним столетия спустя в 1911 году табальчанин п городков написал очерк поездка в солымский край опубликован он в одиннадцатом выпуске ежегодника тобольского губернского музея за 1911 год и среди других интересных вещей о которых мы поговорим ниже там есть и такие строки у солымских хантов щука мамонт называется весь этот монстр был покрыт густой длинной шерстью и имел большие рога иногда весь затевали между собой такую возню что лед на озерах ломался со страшным грохотом получается ходили у нас мамонты и в 16 веке знали о них практически все поскольку информацию получил даже австрийский посол и вот снова 16 век на этот раз предание известно же еще одно предание о том что в 1581 году воины знаменитого покорителя сибири ермака видели огромных волосатых слонов в дремучей тайге специалисты до сих пор теряются в догадках кого же видели славные дружинники обыкновенные слоны в те времена были уже хорошо известны они водились при дворах воевод в зоологических садах и царском зверинце конец цитаты и сразу же после этого плавно переходим к свидетельству 19 века газета нью-йорк гералт писала что президент сша джефферсон это 1801 809 года заинтересовавшись сообщениями с аляски о мамонтах отправил к эскимосам посланника посланник президента джефферсона вернувшись утверждал совсем фантастические вещи по словам эскимосов мамонтов еще можно встретить в глухих районах на северо-востоке полуострова живых мамонтов посланник своими глазами правда не увидел но привез специальное оружие эскимосов для охоты на них и это не единственная известная история и случай об эскимосском оружие для охоты на мамонтов есть строки в статье опубликованный неким путешественником по аляске в сан-франциско в 1899 году возникает вопрос с чего бы эскимосом изготавливать и хранить оружие для охоты на животных вымерших по меньшей мере 10 тысяч лет назад давайте считать это вещественным доказательством однако но правда косвенным разумеется за 300 лет мамонты никуда не делись и вот уже конец 19 века и снова видели в журнале мак плюс мэгизин октябрьский номер за 1899 год в рассказе хоть юкмана под названием убийство мамонта утверждается последний мамон был убит на юконе летом 1891 года конечно сейчас трудно сказать что в этом рассказе истина что литературный вымысел однако в то время рассказ сочли былью уже известный нам городков пишет в своем очерке поездка в солымский край 1911 год по словам остяков в кентусовском священном бару как и в других барах живут мамонты бывают у реки и в самой реке часто в зимнее время можно видеть на льду реки широкие трещины а иногда можно видеть что лед расколот и раздроблен на множество некрупных льдин все это видимые знаки и результаты деятельности мамонта разыгравшиеся и расходившиеся животные рогами и спиной ломает лед недавно лет 15-25 тому назад был такой случай на озере бачкуль мамонт по сути по своему нраву животное кроткое и миролюбивая а к людям ласковые при встречах с человеком мамонт не только не нападает на него но даже льнет и ласкается к нему в сибири часто приходится выслушивать рассказы местных крестьян и сталкиваться с таким мнением что мамонты до сего времени существуют но только видеть их очень трудно мамонтов теперь остается немного они как и большинство крупных животных теперь становятся редкими далее карташов приводит хронику контактов человека и мамонта в двадцатом веке по материалам я головнёва и м быкова л осокины альберт москвин долгое время жившие в марийской ассср беседовала с людьми которые сами видели шерстистых слонов вот цитата из письма об да это марийское название мамонта по словам очевидцев марийцев раньше встречался чаще чем теперь стадом в 45 голов марийцы называют это явление об да sound свадьба мамонтов марийцы подробно рассказали ему об образе жизни мамонтов об их облике о взаимоотношениях с детенышами с людьми и даже о похоронах погибшего животного по их словам добрый и ласковый об да обиженные людьми ночью выворачивал углы авинов бань ломал изгороди издавая при этом глухой трубный звук по рассказам местных жителей еще до революции мамонты вынудили переселиться на новое место жители деревень нижние шапы и азакова что находились в районе который ныне называется медведевским рассказы содержат много интересных и удивительных подробностей однако складывается стойкое убеждение что никакой фантастики или даже просто мало правдоподобия в них нет не зря иностранцы думают что у нас медведи по красной площади ходят по крайней мере мамонтов еще сто лет назад видели здесь выделено желтым кругом и хорошо знали это получается западней удмуртии на территории московии то есть по волжье европейская часть россии средняя полоса а вот теперь сибирь в 1920 году два русских охотников между речи аби и енисея на опушке леса обнаружили следы гигантского зверя было это между реками пур и таз овальные по форме следы имели около 70 сантиметров в длину и около 40 в ширину расстояние между следами передних и задних ног было около 4 метров об огромных размерах зверя можно было судить и попадающимся время от времени приличных кучах навоза разве нормальный человек упустит такую уникальную возможность догнать и увидеть животное невиданных размеров конечно же нет вот и охотники пошли по следам и через несколько дней догнали двух монстров с расстояния около 300 метров они некоторое время следили за гигантами животные были покрыты длинной шерстью темно-коричневого цвета и имели круто изогнутые белые бивни передвигались они неторопливо и производили общее впечатление слонов одетых в шубы эти свидетели указывают место примерно вот здесь а вот в тридцатые годы бытовое житейское воспоминание о мамонте в тридцатые годы охотник хант семён егорович качалов будучи еще ребенком ночью вблизи озера сырковое слышал громкий храп шум и всплески воды анастасия петровна лукина хозяйка дома успокаивая мальчика сказала что это шумит мамонт мамонты живут неподалеку на болоте в тайге часто приходят на это озеро и она их видела не один раз эту историю качалов рассказал биологу из челябинска николаю павловичу авдееву когда тот был в поселке салым во время своей самостоятельной экспедиции в район города тобольска смотрим место на карте вот свидетельство 50-х годов рассказ старшего егеря района валентина михайловича д когда я учился на первом курсе института то на каникулах рыбоприемщик рассказал лично мне захватывающую историю кстати надо знать что когда два бора почти сходятся мысами то самое узкое место на воде называются воротами так вот по словам рыбоприемщика он проезжал воротами по нашему туману и обратил внимание на необычный всплеск подумал надо посмотреть что это за рыба такая и остановился вдруг будто копна сена поднимается из глубины смотрелся шерсть темно-коричневого цвета как у морского котика он тихо подался в камыши метров на пять а сам рассматривает то ли морда то ли лицо точно не разобрал звук издала шипящий фа как будто в пустую посуду и тут же опять опустилась воду случай этот произошел в 1954 году на валентина михайловича эта история произвела такое впечатление что он исходил все дно в том неглубоком месте на которые ссылался рассказчик нашел глубокую яму где обычно карась на зиму залегает и всячески ее измерил еще одно свидетельство 50-е годы и оставил как-то сыном сети погода стояла очень тихая над озером распластался устойчивый туман вдруг слышу всплеск воды будто кто-то по ней идет обычно в этом месте на мыс переходили лоси по мелководью я так и решил лось приготовился убить повернул лодку на звук взял ружье перед самой лодкой из воды показалось круглой и черная большая морда неведомого зверя на меня в упор смотрели круглые и осмысленные глаза убедившись что это не лось стрелять не стал а быстро развернул лодку и налег на весла сын который сидел у меня за спиной тоже увидел это и заплакал нас долго качала на возникших волнах рассказ охотника был ли мамонт увидеть глаза смотрящие в упор и не заметить хобота однако кто знает что успевает заметить человек в такой стрессовой ситуации и где был хобот вот рассказ п 60 лет деревня ты зачем-то шифровались в эти же годы мы с односельчанкой пересекли туман возле мыса вдруг у берега увидели громадную темную тушу которая качалась на воде волны от нее доходили до лодки и приподнимали ее испугались и повернули назад а вот свидетельство шестидесятых годов геологу владимиру пушкарева в сентябре 1962 года охотник якут рассказал что до революции охотники неоднократно видели огромных волосатых животных с большим носом и клыками а 10 лет назад он и сам видел неизвестные ему следы величиной стазик свидетельство конца семидесятых годов было лето 1978 года вспоминает бригадир старателей с и беляев наша артель мыло золото на одном из безымянных притоков реки индигирки самый разгар сезона произошел интересный случай в предрассветный час когда солнце еще не взошло вблизи стоянки вдруг раздался глухой топот сон старателей чуток вскочив на ноги с удивлением уставились друг на друга с немым вопросом что это как бы в ответ с речки послышался плеск воды мы схватив ружья крадучись стали пробираться в ту сторону когда обогнули скалистый выступ нашим глазам представилась невероятная картина на речном мелководье стояла около десятка бог весь откуда взявшихся мамонтов огромные лохматые животные не спеша пили студеную воду около получаса мы как завороженные глядели на этих сказочных исполинов а те утолив жажду чинно друг за другом углубились в лесную чащу само собой мы лично не присутствовали при этих событиях поэтому останемся скептиками до тех пор пока не увидим это лично своими глазами нашлось фото живого мамонта снятого на телефон показанного по американскому телевидению ну и посмотрим еще раз всем известное видео снятое на камеру может ли она быть подделкой да может а может и настоящие те кто имел шанс встретиться с мамонтом это геологи охотники и жители северных районов давайте посмотрим сводную карту обнаруженных мест обитания этих животных самое время разобраться как так вышло что живущих и здравствующих животных глубоко похоронили в ледниковом периоде я далек от мысли что все приведенные выше доказательства остались неизвестными для ученого мира разумеется нет и наверняка большинство свидетельств было потеряно палеонтологи это те которые изучают ископаемых животных свои исследования всегда начинают с обзора существующей информации но даже имея на руках эти сведения они будут опираться на работы авторитетных предшественников числу которых ни геологи не охотники не относятся интересно что мне вообще не удалось обнаружить конкретное ученое лицо похоронившая мамонтов как будто это само собой разумеется вот так работает история известно что еще татищев заинтересовался мамонтами он написал на латыни статью сказание о звере мамонте однако сведения полученные им были самые противоречивые зачастую мифические большинство свидетельств описывали мамонта как ныне существующие животные татищев вряд ли мог сделать заключение о вымирании этого зверя тем более господствующие ныне ледниковая теория гибели северных слонов могла зародиться не ранее конца 19 века именно тогда научное сообщество приняло догмат великого оледенения догмат этот лежит фундаменте современной палеонтологии в этом ключе понятна искусственная слепота ученого мира но если подумать то этим дело не ограничивается все гораздо интереснее мамонт это животное у которого практически нет врагов в природе климат средней полосы и таежной зоны ему очень подходит кормовая база явно избыточна не освоенных человеком пространств очень много отчего бы ему не радоваться жизни отчего полноценно не занять существующую экологическую нишу а он ее вот не занял слишком редки сегодня встречи человека с этим животным катастрофа в которой погибли миллионы мамонтов явно было погибли они практически одновременно об этом свидетельствуют кладбище костей покрытых лесом намытым грунтом подсчеты количества бивни вывезенных из россии за последние 200 лет показывают больше миллиона пар миллионы голов мамонтов заселяли экологическую нишу на территории евразии единовременно почему сейчас это не так если бы катастрофа произошла 13 тысяч лет назад и часть северных слонов выжила то у них было бы предостаточно времени для восстановления популяции но этого не произошло и здесь только два варианта либо они вообще не выжили либо катастрофа произошла совсем недавно они просто не успели восстановиться кроме того в последнее столетие человек вооруженный огнестрельным оружием и алчностью уже реально мог представлять для них угрозу препятствия росту популяции я полагаю что оспаривание сроков катастрофы это наиболее болезненный и неприемлемый для глобального управления момент управляющие структуры готовы пойти на все на замалчивание фактов сокрытие улик массовое зомбирование и так далее лишь бы избежать даже постановки самого вопроса на эту тему поскольку скопившаяся лавина сдерживаемой информации не оставляет им шанса в открытой дискуссии а за этим последует еще много чего очень много вопросов которые им как кость в горле